Комик-кон СПБ 2016. Сотни выдающихся героев. Джедаи, Спайдер-мен, Черепашки-ниндзя, Бэтмен и Буратино. И сегодня мы узнаем, может ли герой, так скажем, отечественного производства прижиться в этом раю забугорных персонажей. Мы будем в прямом смысле сувать свой нос в супергеройские дела. За мной! Ребят, как я понимаю, здесь проходит тест-драйв лазерных мячей. Да. А лазерный нос есть? Нет, нет, к сожалению. Дедушка Мороз, Дедушка Мороз, ты подарок мне принес. А ты был хорошим мальчиком. Замечательно. Тогда на, держи. Я всегда мечтал о таком новогоднем подарке. Мы находимся в настоящем музее супергероев. Флэш, Дарт Вейдер, Щит Капитана Америки, Тор, Дэдпул, куда же без него. Ничего отечественного. Хотя нет. Дарт Вейдер в хохломе. Приятно. У вас очень позитивненький костюм. Почему? Я просто не выспалась. Комик. Кон. Это? Безграничное. Ума помрачительное. Фантазия. Ну а как же наши отечественные капустницы? Со временем я планирую сделать шмеля. Мохнатый шмель на душистый хмель. Мальвина, Пьеро, вы что ли? Нет, конечно. На нынешних коспеях очень трудно найти русского персонажа. Потому что нету ни богатырей, ни Кощея Бессмертного. Хотя он довольно внушительно выглядит. Особенно богатыри. Ну, на мой взгляд. Я очень польщен. Я весь твой. Друзья, это Бима, это Снежный король и парнишка Финн. И это герои западного мультика. Время приключений. Ребята, у меня такой вопрос. Ну, почему вы выбрали зарубежных персонажей? Например, Бима, он мог быть электроником, ты водяным, а ты с Гибашкой дурачком. Если кто-нибудь сделает перезапуск, который будет трендиться в кинотеатрах, будет хорошо собирать, то, скорее всего, их тоже... Ну, грубо говоря, мне Буратино нужен ремейк. Да, именно так. Ну, что сказать, неутешительные результаты моего исследования не прут русские персонажи на Комик-коне. Что делать, нам сейчас скажет герой хита этого года Дэдпул. Выручай. Ну, во-первых, нужно сделать себя крутым. Немножко примоднить. И самое главное, убойное настроение. Теперь, друзья, я не просто Буратино, а Супер Бу!